Привет, друзья! Меня зовут Гулубер, и сегодня у нас вместе с вами довольно-таки необычный видосик. Это у нас покатушка, но при этом я вам расскажу несколько причин, почему я выбираю самокат. Друзья, как вы знаете, у меня есть множество всего. Самокат, велосипед... Привет, ребята! Я вместе с вами и не один велосипед, хочу сказать. Да, даже несколько. БМИ, велосипед, самокат. Из всего этого разнообразия я выбираю именно самокат, и сегодня я вам расскажу, почему. А точнее, приведу несколько причин. Сначала нам нужно размяться, перед тем, как начать кататься и рассказывать. Ну, разминочный трюк – это у нас випщик. Поехали! Ну, випщик есть. Отлично. Ну, и давайте какой-нибудь ванетти. Ну, вот. А, кстати, Артем, ты же говорил, что какой-то, ну, трюк там, где руль крутить, уже везде моешь бордюра со всех мест. Как он называется? Барспин. Барспин, барспин. Стой, раз, прыжечка. Здесь не видно. Давай, на другую сторону. Есть, отлично. А что изменилось? Ты просто в один день пришел и сказал, что я что-то научился и всегда его ставлю. Я, кстати, катался, пробовал, 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 а потом понял, что мне руку нужно просто не вот здесь все время держать, а вот после того, как я проверну вот эту часть, нужно руку убирать и заводить снизу, хватать. Подхватывать. Ну, типа, это еще, получается, не до конца, я довожу ее только сюда, но все равно хоть что-то. Друзья, давайте, наверное, пойдем сейчас туда, потому что там у нас хоть какие-то бордюры есть, там, может, еще что-нибудь интересное поделать, а я вам пока что расскажу первую причину. Ну, во-первых, это его практичность. Он довольно-таки маленький, с ним можно поехать куда угодно и на чем угодно. К примеру, если с великом вы бы в жизни, вас бы в жизни не пустили в автобус, с ним спокойно можно сесть. Нет, в автобус пустят, только заставят заплатить за него. Да, заплатить. А вот в магазин, например. В магазин, да. Если нету куда пристегнуть в магазин, не возьмешь? Да, если нету куда пристегнуть, ничего, вы же его не возьмете в магазин. А вот в самокат, в самокат, там, идешь себе тихонечко и все. Это у нас был первый пункт. Друзья, мы нашли какие-то самокатеров, они пытаются сделать лютый трюк. Не знаю что, но что-то. А ты их знаешь? Ребята, а вы откуда, с какого города? Здешняя? Первый раз вас видим здесь. Нет, первый раз. И вы нас видели тоже? Да. Сейчас все будет. Притирочка идет? Нет. Ну и все, уже решили прыгать? Кстати, у него колеса красные, как у тебя. Ну, ну не прозрачные, просто красные. А осталось, сказали, пару подъездов. Еще пару подъездов и будет прыжок. Артем, не молчи. Тихо, стой. Так, Артем молчит, боится слазить. Боится слова сказать лишнего. Опасненько. Может, ты туда хочешь? Куда туда? Рыгнуть, ну? Сейчас. Сейчас. Я думаю, сейчас. О, ну почти. Ребята, вот и все, все сделали этот мега крутой трючок. Сейчас пробуют ставить его на хил. Сейчас мы посмотрим. Может, ты повторишь? Может, ты повторишь? Нет, такой жесткий нет. Профессионализм не ктает? Сейчас мы попробуем, да. А-а-а. А что вам больше нравится? Ой, нравится самокат. Голиковые коньки. И хотелось бы, чтобы в Жлобе не построили скейт-парк. А почему самокат? Преимущество самоката над другими. Вот скейт, например, велосипед. Все легко, трюки учатся легко. Есть одно из самых дешевых. Скейт тоже дешевый, но он быстро ломается. А обмыть очень дорогой. И более надежнее получается скейта, да? Более надежнее. А, что? Самокат более надежнее скейта. Больше надежнее всегда, чем скейт. И обслуживать как его? Ну, обслуживать. Обслуживать как его? Обслуживать? Ну, вот отломать что-нибудь, подкручивать, да. Сломалось, заменить. И с трещинами лучше не кататься. Вот, допустим, у меня в руле была трещина, я заварил. Он может сломаться, и там зубы вылетели, еще что-то. Вот, вот, была трещина, я заварил. Вот, так бы мог без зубов остаться. Получается, три преимущества над всеми средствами. Это дешевизна, ремонтопригодность и трюки быстро учатся. Еще передвижение. А это практичность. Магазин с собой взял. Магазин пропускают. Велосипед, в поезд. В метро, в автобусах. Ну, еще в машину, в такси влазит. А велосипеды там не пропускают. Там разбирать их надо. Мы когда в Минске были, в метро не пропускают. Может, вам ссылки на инстаграм дать? Можете просто сказать, я их сверху напишу. Хорошо, давайте. Стасичка, просто без нижних подчеркиваний, это мой инстаграм. Егорка, нижнее подчеркивание, кабан. Может, слишком долго. Ага, все, все уехали. А мы едем ставить эту штуку. Ребята, все уехали. Артем решил не позориться при них. Шлем снял, сказал, сильно жмет, сильно маленький. Как? Ты готов? Да. Давай. А потом вот так вот, смотри. Так вот едем. На вип, на хил, на барчик. Потом едем сюда, и тут вяпочек. Ой. Ну вот випок нам все заруинил, а так трюк вообще классный. Знаешь, что, было бы не страшно, если бы вот сперед, перед перилом лежали маты. И сзади не ступеньки какие-нибудь, а маты, да? Чтобы просто тренироваться. Было бы гораздо круче. Короче, друзья, нашли место прикольное. Вот здесь вот такая вот разгонка, на нее вот так вот залетаешь. Вот здесь вот вылетаешь. И предлагаю сделать випочком. Главное выпрыгнуть как-нибудь в край, чтобы мусорку не задеть. Что это за ступенька такая большая? Не, ну вообще, мне кажется, это легко. Ты с огол? С огол. С огол. Окей, нужно прикаточную, нужно просто дропнуть. Ух ты, блин. Я прям ровно приземлился на два колеса. Такой звук стрёмненький был. Прям хрик. Отлично. Есть. Причем я еще в воздухе словил. Ты видел? Я вот так вот крутил, я словил первой ногой. Не знаю, буду потом смотреть, просматривать наше видео. Да, посмотришь. А, кстати, я вот не понимаю, чего все приезжают к нам сюда. Со Светлогорска, с Рогачева. Тут что, бордюров больше или в других городах бордюров нет? Ну, сама Катина, наверное, больше развит как-то. Единственное, где есть скейт-парк, я знаю, это в Гомеле, Бобруйске. Хотя к нам и из Гомеля приезжают. Ты заметил? Помнишь? Ну, Федя, да. Ребята, Артем посмотрел на пацанчика. Крутый. Артем посмотрел на профессионалов и решил сделать слайдик с небольших. Шлем не хочешь одевать? Да я еще прикатываю. Стой. Шлемик, не шлемик. Да вообще, можно сказать, на перилах ни разу в жизни не слайдил. Разве что только на этом, на бордюре. И то это не какой-то слайд, это какое-то каличинство было. Ну вот как-то так должно получиться. Я вот смотри, с перилем я с этой вижу, вот только зеленые тут штучки. А так оно вообще практически не терется. Железо по железу мало трется. Вот по бордюру очень хорошо. Все, я готов. Давай, я готов. Вот я как и говорил, вот я врезался, а дальше отбежать не могу. Тут этот какиш. Все, ты калич, пойдем отсюда. Не надо его стоять. Ребята, Артем решил сделать дроп вон туда. Там как раз твой рост. Это моя высота полностью, мой рост, твой рост. Ну что отсюда вам можно? Хил. Что-то там, вип. Хил думаешь? Давай вип для начала, для раскаточной. Ну теперь да, давай хил, но без шлема, слишком давить шлем. Ты его стабилит не начал хил? Нет, еще нет. Ты, наверное, после нашего видео последнего и не делал его, да? После скейтпар. А, после того, не, я пробовал, но я сделал раза два. Нога уходит. Вот видите, одной ловлю, другая уходит. Есть. Куда мы лезем, боже? Еще раз, для закрепления. Отлично, закрепил. Так, это мы с тобой сколько перечислили у нас причин, почему ты катаешься на срокате. Теперь третий, он дешевый. Получается, что так, ну типа, блин, нет. Иногда скейты бывают даже дороже, потому что у них там слишком слабая конструкция. Типа, чтобы она намного лучше держалась, будут намного больше стоить. Здесь такие эти деки, вот эти вот, деревянные. Те, которые стоят по 400 долларов. Что еще? Давай отсюда барспин. Давай, барспин. Я только хотел тебе предложить, ты говорил, что отсюда умеешь, есть любой позиция. Ну блин, вот насчет такой высоты не знаю, но... Может шлем? Нет, все, нет, шлем не надо. Да это легкий трюк, просто страшно получить этим рулем по животу. Потому что если я его неправильно начать закрутить, он у меня об эту кофту врежется. Отлично. Ой, это было потненько. Что еще отсюда можно сделать? А, ты все сделал, что можно было? Ну, вейп, хилл, бар, ванете можно попробовать, но тут слишком высоко, не знаю. Но попробовать можно. Ой, что это от меня? А, нет, это какая-то штучка. Я приземлился, вроде сильно приземлился, а оно не поехало. Странно, нужно скорость побольше. Блин. И, только хотел сказать, есть. Переделываем. Я хотел на вип сделать. У-я-а. Было. Это потненько. Больше на этом месте я не знаю, что можно сделать. Наверное, больше ничего. А причины еще у тебя есть? Почему ты выбираешь самокат? Первое, это практичность. Как с вами, друзья, да? Второе, его легко обслуживать. Третье, это дешевизна его. На нем легко учиться делать трюки. А, да, да, это тоже, да. Вот на скейте ты долго учился? Нет, это не учился. И так ничего не научился. А на самокате вроде бы полегче. Я полтора года катаюсь. Не, не полтора месяца, годы, 9-10 месяцев. И самокат, мне кажется, более безопаснее. Да, да, он намного безопаснее. Это пятая причина будет или как? Да, это пятая причина безопасности. То есть, смотрите, у вас велик. Вы неправильно затормозите, неправильно повернете, вы словите воблинг и вас выкинет нафиг вперед. К примеру, вот даже если вы резко передним тормозом затормозите, то все, это уже капец. И вот на скейте перед тобой ускакивают машины, ты не успеешь остановиться. По инерции тебя просто вынесет вперед. Да, ты слезешь с него, но ты не успеешь остановиться, тебя понесет вперед и все, усмят очку. А на самокате что? Вот на самокате, смотрите. Сейчас я вам разгонюсь. Все. Вот. Я начал с вот этой вот, с вот этой вот кожемячки. И проехал вот сюда. Буквально метр мне хватило, чтобы остановиться, тем более это была очень большая скорость. Вот никто такой разворот не сделал. Тут можно вписаться в метр. Вот, смотрите, я начинаю вот тут. Я вернулся. Я начинал с вот этой штучки, а закончил поворот вот здесь. И так, давай все повторим. Первое, практичность. Второе, легко обслуживать. Третье, дешево стоит. Четвертое, легко делать трюки. Пятое, безопасность. И шестое, он есть у всех. Друзья, я тут постоял, подумал и подумал, что если я уже эти трюки нормально вот ставлю в випи-бар, почему бы не попробовать сделать твик? Сейчас получится по-любому какое-то каличинство. Я его даже ни разу в жизни не пробовал. Я пробовал закручивать, но получалось какое-то каличинство. Надеюсь, сейчас такого не получится, но пофиг. Приказочка. Давай, может, все-таки не отсюда. А давай хотя бы просто на плоскоче. Да, давай на плоскоче хотя бы, да. Руки не знают, что делает ноги. Не, ну вип, он в принципе получается. Он даже хорошо, ты видишь, вот я когда делаю, я вип вот ставлю так, а руль у меня уже улетает куда-то. Ну я не понимаю, поэтому у меня все лечит в разные стороны. Ну почти. Короче, трюк какой-то лайнецор, можно будет его попробовать через годик. Что вы по планам? 360 пробуете? 360 пробуете, я уже примерно ставлю 270. Давай, давай, показывай. Ой, ты блин, как-то я не криво закрутился. Нет, лайнецор, давай-ка вот тут. Ой, блин, нажал бы я на тормозы, докрутился бы на тормозе, можно было бы считать. Друзья, осталось получается доучить только 360, а потом я не знаю, что. Если вы можете что-нибудь предложить, обязательно почитайте в комментариях, я все комментарии прочитаю. Мне кажется, это будет... Как это называется? Если не знаешь, то просто покажи. Ну вот эта фигня. Ой, я не знаю. Ребята, еще раз покажи. Как там... Подруль, короче, называется. Бартвист. Бартвист. Это когда ты делаешь барспин, не отрывая руки. Ты типа должен самокат вот так вот в бок уводить. Ну блин, чтобы это делать, вот смотри, вот я вот делаю, я не могу делать. У меня слишком низкий руль, то есть мне, чтобы его делать, нужно будет самому вот так вот приседать во время прыжка, это неудобно. Ну и, кстати, руль мне уже сам по себе какой-то низкий, кажется. Погазовали. Друзья, вспомнил, что можно попробовать два випа. О, кстати, друзья, смотрите, я теперь уже вип могу стабилить. Не просто вот так вот стабилить, как я раньше делал, ноги боком и делал. А я теперь научился делать с любого положения ног. Не обязательно толкать, я теперь могу просто по шкурке, могу не вот так вот, как я раньше ставил назад ноги. Я теперь вот могу вот просто ехать и с вот этого же положения сделать. Я теперь просто, то есть зацепляюсь за эту, за шкурку и делаю трюки благодаря шкурке, уже не благодаря толканию. Это прогресс. Это очень хорошо и это удобно во многих этих связках и, к примеру, даже в стриту. А еще я могу сделать вип на бордюр. Легко. Ладно, мы приехали делать два випа, поэтому приступаем. Я чуть вот тут вот не убился. Я, короче, смотри, я ставлю ногу тут, а он прилетает прямо сюда, я чувствую легкое прикосновение, и он ставится на пол. О, я приземлился в тот момент, как у меня уже было тут. Поэтому что-то получается, что-то есть. Надеюсь, два випа скоро будут. А еще лучше будет, если они будут этим летом. Но пока что остается только надеяться и тренироваться. Ого, да что-то как у тебя звенит. Тормоз. А, это тормоз так? Да, он раскрутился. Прикольно. Можно и два. О, давай два. Да, 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 давай. Это жестко. Пацаны, можете ответить на вопрос, почему вы выбираете именно самокат? Почему вы именно на самокате катаетесь? У вас есть вот еще что-нибудь там, БМХ там? У меня тут БМХ там. У меня в лес колеса нет. Я раньше катался, но у меня колеса смотрелась. А почему именно вы самокат выбираете? Вот именно сейчас. Мне потому что это интересно. На нем можно трюки делать. Там полупендриваться. И вообще это интересно. Это уже мой пятый самокат. Или четвертый. Там просто легкий. Очень так мне очень нравится. Вот так вот. Так что подтверждается практичность. Можно стиль делать. Вот оцени стиль. Еще один. О, я как-то прям вообще криво. Я вот так вот схватился. То есть вот с одной стороны руля. Вы уже уезжаете? Да. Ладно, давайте. Закрепил? Закрепил. Друзья, на этом продолжал закончить. Не забывайте подписываться на канал. Обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие следующие трюки учить после 360. А и укажите свои причины, которые вы... Да, укажите свои причины, почему именно вы катаетесь на самокате. Либо почему вы не катаетесь на самокате, а катаетесь на чем-нибудь другом. Да, поэтому всем пока. Кто-то будет писать, я не катаюсь на самокате, потому что нет самоката. Поэтому у меня всегда есть... Сечальная ситуация. Есть повод участвовать в нашем конкурсе на новом самокате. Да, да, есть повод участвовать в конкурсе на самокате. Видео здесь где-нибудь будет вот здесь вот. Да, ссылочка все. Видео.